Говорит Черкесск Здравствуйте! Умартикиев о некоторых событиях республики. С 1 января следующего года в стране будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения и до 17 лет. В Карачаево-Черкесии завершилось строительство и реконструкция шести домов культуры, расположенных в сельской местности. Джамиля Карасова стала золотым призером масштабного турнира по карате «Кубок дружбы». Далее об этих и других темах подробнее. Президент страны Владимир Путин по итогам совещания о социальных вопросах дал ряд поручений правительству. Путин также поручил представить предложение об ускоренном росте муроц, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Нужно создать все условия для увеличения дохода в семье с детьми. В чем реальных доходов, чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми. И в этой связи прошу правительства представить ряд новых предложений. Что имею в виду? Имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. С тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается. Чтобы этот разрыв продолжал увеличиваться. Чтобы реальные доходы росли и отрыв шел в сторону реальных доходов граждан. Я знаю, что вы этим занимаетесь. Прошу только не затягивать и принять согласованные решения. И тем, чтобы российские семьи, молодежь, юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семьи, отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. В Дворце культуры Черкеска прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистов печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межкофессиональных отношений. Победителей поздравил и вручил награды министр Карачаева Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он также отметил высокий профессионализм участников конкурса и качество подготовленных работ. Хочу отметить, вот уже на протяжении долгого времени мы проводим данный конкурс нашим министерством, и с года в год количество заявок только увеличивается. В этом году было порядка 150 заявок, которые подавали наши коллеги-журналисты по 13 номинациям. Был очень сильный конкурс. Большим трудом мы смогли определить победителей, которые сегодня выйдут на эту сцену, и мы их сможем поздравить. Кроме того, хотел бы отметить, что из года в год мы стараемся поддерживать наших журналистов и увеличивать гонорар за их работу в данном конкурсе. И я уверен, что в следующем году мы продолжим нашу работу и внесем значимый уклад в деле гармонизации межнациональных и межнациональных отношений на территории Некрича-Черкесской республики. Кроме того, хотел бы отметить важность конкурса и работы журналиста в такое непростое время, когда наша страна проводит специальную военную операцию на Украине. От вашей работы, от подачи информации будут зависеть очень долго, особенно в деле гармонизации межнациональных и межнациональных отношений на территории Некрича-Черкесской республики. Около двух десятков вопросов рассмотрено на заседании регионального правительства, которое провел премьер-министр Карачаевой Черкесии Мурат Аргунов. В соответствии с принятым постановлением, в республике увеличится размер выплат по социальному контракту. В частности, размер выплаты на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности увеличат с 250 до 350 тысяч рублей, а выплаты по ведению личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей. Члены правительства поддержали и внесение изменений в проект постановления об утверждении программы «Оптимальная для восстановления здоровья – медицинская реабилитация в Карачаево-Черкесии». А именно, внесены изменения в части актуализации приобретения медицинского оборудования, предусмотренного для улучшения оказания реабилитационной помощи населению республики. Так, в лечебно-реабилитационный центр в текущем году планируется приобрести 145 единиц оборудования. В Донбайе появится новый туристко-информационный центр. Его создание стало возможным благодаря федеральному гранту на развитие туристического кластера. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях и мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Об этом сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Донбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будут размещены цифровые карты, будет приложение, созданное к этому ТИЦ, электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и информацию о том месте, где они находятся, и о регионе в целом. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» продолжается региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаево-Черкесии на передовой. Всё будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях. И, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно откликались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идёт про ребят из Карачаево-Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется ещё больше людей. Карачаево-Черкесия фортные актовые залы на 250 мест, необходимые помещения для полноценной творческой деятельности. Ещё в трёх домах культуры была проведена полная реконструкция. Это учреждения в селе Садовом Адыгагабльского района, станицы Кардоникской и Аули-Алибердуковском, Зеленчукского и Хабесского муниципальных образований. В парке завода РТИ практически завершилось обустройство десяти дополнительных дорожек. Они расположились именно на месте протоптанных горожанами тропинок, нигде большую зелёную зону строители трогать не стали. Мэр города Алексей Баскаев отметил, что после обследования парка было принято решение сохранить все здоровые деревья и на завершающей стадии высадить новые. В настоящее время продолжается строительство общественного санузла, совсем скоро установят порядка трёх десятков фонарей. Вместе с тем будут отреставрированы, потерявшие свой вид, лавочки. Многофункциональные центры расширяют перечень услуг, предоставляемых населению. Теперь любой житель республики может оформить там документы на газификацию жилого помещения, на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Эта услуга позволит жителям республики заметно сэкономить время, ведь приём проводится по принципу единого окна, что повышает удобство и доступность данной процедуры. Комментирует информацию советник генерального директора «Газпром Межрегион Газ Черкесск» Сергей Остриков. Компаниями «Газпром Межрегион Газ Черкесск» и «Газпром Газораспределения Черкесск» было заключено соглашение на предоставление услуг о оформлении документов на газоснабжение. Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформление каких-то документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе, по сути, три основные услуги, которые им необходимы. Во-первых, это договор на газификацию домовладения или жилого помещения. Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования. Это обязательный договор, который заключается сразу одновременно. И третий договор, это непосредственно «Газпром Межрегион Газ Черкесск» о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населения. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 «Черкеск-Дамбай» граница с республикой Абхазия на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Джигуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения. В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из толковичного термопластика. Народный кефир и кубанская сметана из сырья неизвестного происхождения поступали в торговые сети Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора выявлено производство продукции из сырья неизвестного происхождения. О факте нарушения стало известно благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации Меркурий. Установлено, что ООО «Хладокомбинат» из города Черкеска произвел 26 кг кефира народной и сметаны кубанской без указания сырья. Это говорит о том, что готовая молочная продукция была произведена из неучтенного сырья, что создало угрозу поступления на рынок небезопасной продукции. Однако производитель успел ее направить в торговые сети республики. Управлением Росельхознадзора ООО «Хладокомбинат» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В станице Зеленчукская прошла юношеская спартакиада «Спорт, полиция, дети», посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. В соревнованиях, которые проходили среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, участвовали 7 команд из городов и районов республики. По результатам состязаний победителем стала команда «Лидер» из Узжигутинского района, второе место завоевала команда «Серые волки» из Карачаевского района, на третьем месте команда «Гром» Зеленчукского муниципального образования. В Тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-арена» прошел один из самых зрелищных и масштабных турниров по карате «Кубок дружбы». Восемь татами свыше полутора тысяч спортсменов из 35 регионов России, а также Армении, Казахстана и Сербии. В рамках международного турнира разыграно 62 комплекта медалей в личном первенстве и 14 в командам. Копилку Карачаева-Черкесии золотой медалью пополнила Джамиля Кипкеева из Малокарачаевского района. Юная спортсменка заняла первое место по виду ката. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10-15, в горах местами до плюс 9. Утром в горах местами на дорогах Гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 13 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго!